Всем привет, вы на канале Тим Энерджи. Сегодня мы хотели поговорить с вами на такую тему, что делать, если плюется, течет Aegis Boost 2. Рассказать причины, из-за чего это происходит и как бороться с этой проблемой. Очень многие мне пишут, что Boost плюется, трещит, шипит, нормально не парит. Вот в чем же может быть причина данной проблемы, конкретно плевков, так называемых. На самом деле есть несколько причин возможных. Первая причина это, если у вас мало жидкости в баке. Большую часть бака занимает воздух. Когда вы пытаетесь сделать затяжку, получается воздух расширяется и происходит плевок жидкостью. Первая причина это, мало жидкости, совсем мало. Вторая причина это слишком много жидкости. Испаритель не успевает пропитываться и происходит плевок жидкостью. То есть, слишком мало может плеваться, слишком много тоже может плеваться, поэтому заливайте всегда, не прям до краев, а чуть больше половины, вот так вот. Третья причина – это дело в самом испарителе. То есть испаритель уже слишком поношенный, слишком старый, и он уже просто не может впитывать в себя жидкость, и тоже происходит плевок с жидкостью. Четвертая причина – это слишком маленькая мощность. То есть, допустим, если испаритель заявлен на 50-58 Вт, а вы парите 30 Вт, соответственно, тоже испаритель не может впитывать в себя жидкость на такой мощности. То есть ему мало этой мощности. Поэтому вот сколько заявлено на испарителе, там, допустим, 50-58 Вт, столько, я советую и парить. Как бы вот у меня 0,2 Ома испарителя, я парю 50 Вт ровно. Какая там пятая, по-моему, причина, да, уже по счету – это устройство севшее. То есть устройство разряженное, нет у него столько мощности, чтобы выдать вам, допустим, 50 Вт. Вот у него батареи всего уже, ну, нету. Из-за этого он, ну, как бы тоже может вплеваться. Еще может быть такая причина, что вы неправильно парите в Boost. Ну, типа, это не подик, это подмод, мощный подмод, ну, типа, на 60 Вт. И многие делают затяжку, ну, как, я не знаю, на каком-то подике, где какая-нибудь МТЛ-ная затяжка. Этот под для свободной затяжки рассчитан. То есть надо делать затяжку, ну, как бы во все легкие сразу. То есть парить его вот так... Тьфу, блядь. Я даже не могу так парить вот на самом деле. Не стоит этого делать. Как бы, тем более на испарителе каком-то там 0,2 Ома, к примеру. На испарителе 0,2 Ома нужно делать вот такую затяжку. Как бы и будет вам навал, и будет все остальное. Да, это те, кто пишут, там, обжигают губы, еще что-то. Делайте нормальную затяжку. Если вы не можете делать такую затяжку, тогда вам, наверное, и устройство такое-то особо не подходит, как бы. Что-нибудь уберите менее мощнее. Либо поставьте испаритель какой-нибудь сюда на 1,2 или 0,6 Ом. И там я уже не знаю, делайте какие хотите затяжки. Я конкретно сейчас говорю про 0,2 Испарик. 0,2 Ома. Вот это я рассказал причины, из-за чего это может происходить. Давайте расскажу, как бороться с этой проблемой. А, и еще, кстати. Если устройство долго постоит у вас, просто вот так постоит или полежит, то он тоже может плеваться. Вот у меня обычно так. Я как бы его не особо часто парю в данный момент. Он у меня постоит там день-два, после я уберу, и он начинает плеваться. Что же я делаю в этот момент? Его нужно просто распарить, так скажем. Сейчас покажу, как. Не бойтесь делать таких действий. Всегда так делаю, все в порядке. Мы включаем устройство, понятное дело. Нажимаем на кнопку и делаем вот такие действия. Раза два-три будет достаточно. То есть вы поймете по звуку, что все в порядке, что он сейчас работает хорошо. В порядке, как только начнет плеваться, трещать, еще что-то, какие-то странные звуки издавать, делайте такие действия, все будет хорошо. Испаритель у вас не сгорит. Как бы вот такие вот по секунде примерно, даже чуть меньше возможно, делайте продувы, и все будет хорошо. Вторая проблема, да, которая возникает у многих, опять же, ну, которой нет у меня, то есть у меня этой проблемы нету, это протечки. То есть у меня куча видосов было, на самом деле, с бустом вторым на канале, и я говорил, что он не течет. То есть у меня все абсолютно нормально, то есть у меня был топ-подов, которые не текут. Я, по-моему, включил буст в данный топ, да, и мне в комментариях пишут, ты что, дурак, ты что несешь? У меня течет буст изо всех щелей. Типа, ты вообще не шаришь. Ну, как бы я что, виноват, что у тебя буст течет? У меня нет. Зачем мне врать, как бы? То есть у меня это по счету второй буст. Данным бустом я уже пользуюсь 4 месяца, ни одной протечки не было. Что я подразумеваю по словам протечки? Это когда ты его открываешь, и у тебя вот здесь вот огромная лужа какая-то, ну или просто там капли какие-то вот здесь. Это протечки. По краям небольшое количество капель, вот, ну это не протечки. То есть это просто подтеки какие-то. Типа, я вот даже его не протираю, вот, не помню, когда после раз его протирал. Типа, ну это абсолютно не критично. Пишут, что течет изо всех щелей, там, из обдува течет. Что делать, если течет из обдува конкретно? Опять же, можете вот так же продуть его. Можете подуть в обдув просто, не нажимая на кнопку. Просто вот продуть его, поставить какую-то салфетку, я не знаю, и выдуть оттуда всю жидкость. Излишки жидкости. Все, из-за чего это, опять же, может быть вообще протечки конкретно? Выроняли устройство. Я только такую причину могу сказать. Типа, если, ну, понятное дело, если устройство уронить, да, какие-то микротрещины могут образоваться. И, соответственно, будет течь. Как бы я с устройством обращаюсь хорошо. Конечно, падал он у меня, но не так сильно, то есть нормально. Да, и не течет. Вот бывало, да, что из обдува могло потечь. Это когда он у меня очень долго стоял. То есть я его продувал, и прям, ну, жидкость очень сильно выходила из обдува. Но потом все хорошо было. То есть просто, опять же, его нужно продуть. И не ронять. Обращайтесь с устройством бережно, и все будет у вас хорошо. Не будет ничего течь, плеваться и так далее. Вот такой вот видос. Как бы не знаю, много ли воды я налил или немного. Это видос для просмотров. Видосы с бустом собирают очень много просмотров, поэтому просмотры у меня сейчас падают. Я и решил заснять такой видос. Ну, в принципе, я дал вам пару полезных советов, действительно, о которых, возможно, многие не знали. Как-то так, если помог, можете написать в комментариях. Ну, собственно говоря, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.